Немного о проблеме, представляемого докладом. Клиническое течение плоскоклеточного рака головы и шеи отличается долгим бессимптомным течением и высокой агрессивностью. Занимает шестое ранговое место по распространенности среди других онкологических заболеваний. Местные рецидивы и метастазы в регионарные лимфоуслы шеи сокращают пятилетнюю выживаемость пациентов вдвое. Практически две трети опухолей выявляются на поздних стадиях, когда выполнение радикальной операции часто невозможно из распространенности патологического процесса к моменту первичной диагностики. Несмотря на успехи, достигнутые в диагностике онкопатологии, в том числе и при плоскоклеточном раке головы и шеи, методы обнаружения метастазов на ранних этапах прогрессии опухоли до их клинического проявления недостаточно эффективны и надежны. Поэтому актуально выявить показатели прогноза течения опухолевого процесса и риск прогрессирования плоскоклеточного рака головы и шеи уже на ранних стадиях. Для определения белковых маркеров прогрессии онкологических заболеваний основной массив исследований базируется на сравнительном анализе белковых спектров нормальных и злокачественных клеточных линий и тканей организма с использованием высокотехнологичных методов. Поэтому, используя метод сравнительного масс-спектрометрического профилирования образцов сыворотки крови практически здоровых доноров и больных плоскоклеточным раком головы и шеи, мы определили ряд белков кандидатов для прогноза течения заболевания. Наша работа состояла из двух этапов. Первым этапом шел масс-спектрометрический анализ образцов сыворотки крови. Группы больных состояли из больных плоскоклеточным раком головы и шеи. Это в основном шли больные с плоскоклеточным раком гортани, горта на глотке, с метастазами 10 человек, без метастазов и здоровые волонтеры 10 человек. Критерии исключения пациентов из исследования были больные с диссиминированным неоперабельным опухолевым процессом и больные старше 70 лет. Спектрометрический анализ проводился на базе коллективного центра Международного томографического центра в городе Новосибирск. Масс-спектрометрический анализ состоял из трех этапов. Это пробоподготовка, ингибирование протеаз крови и очистка от мажорных белков. Электрофорез проводился в градиентном полиакриламидном геле. Краска гелия осуществлялась специфичным красителем и анализ изображения гелия на приборе Версадок. Масс-спектрометрический анализ проводился на масс-спектрометре Ультрафлекс ТОВ-ТОВ и уиндиофикация белков проводилась используя специфических программ. Результаты протеумного анализа показали различия в интенсивности окраски белковых полос, полученные при разделении белков в сыворотке крови здоровых лиц. Здоровых лиц – это столбик А больных плоскоклеточным раком головы и шеи без метастазов. Следующий – и больные плоскоклеточным раком головы и шеи с метастазами. При идентификации белковых бендов были выявлены белки, как уже признанные маркеры патологических процессов – это сывороточный амилоид А, серотрансферин, комплимент С3, так и минорные белки – это аденилилциклазоассоциированный протеин 1, альфа-2-макроклабулин и протеин фосфатаза 1b, которые были нам наиболее интересны. Статистический анализ показал различия в интенсивности окрашивания белков в белковых полосах в электрофорограммах, и были нами выбраны, учитывая и литературные данные, как я уже сказала, три наиболее интересных белка – это аденилилциклазоассоциированный протеин и протеин фосфатаза 1b, и альфа-2-макроклабулин, как белок, который шел в комплексе с аденилилциклазоассоциированным протеином. Итак, в сыворотке крови больных плоскоклеточным раком головы и шеи с метастазами, без метастазов содержались белки, участвующие в различных клеточных процессах. Выбор в первую очередь пал на аденилилциклазоассоциированный протеин 1, так как он участвует в фундаментальных клеточных процессах, это поддержание полярности клетки, движение, локализация мРНК в клетке. Итак, выбранный белок принадлежит к белкам, актинсвязывающим белкам, которые участвуют в ремоделировании актинового цитоскелета. Приобретение клеткой локомоторного фенотипа, определяющего инвазивный метастатический потенциал злокачественной опухоли, характеризуется трансформацией в актиновом цитоскелете, что сопровождается изменениями в сигнальных событиях и в составе белков, участвующих в образовании филоподии и ламелоподии. На слайде представлено два типа движения опухолевой клетки. Это амебоидный тип, он более агрессивный, и мезинхимальный тип движения, он более сложный. Он более сложный тип движения. И по базам данных НСБИ выбранный белок характеризуется тем, что он участвует именно в более агрессивном типе движения опухолевой клетки. По литературным данным показано, что применение некоторых препаратов, например, ингибиторов металлопротеиназ противоопухолевых, сопровождается тем, что опухолевая клетка переходит на более агрессивное движение, это по амебоидному типу. Также показано, что опухолевая клетка передвигается в кровеносном русле и в лимфатической системе именно по амебоидному типу. Зависло. Там фильм? Там, да. Это общедоступные ролики для наглядности, как говорится, показать именно типы движения опухолевых клеток. Так, да. И, как я сказала, что выбранный нами белок относится к семейству актинсвязывающих белков и экспрессируется в основном в немышечных клетках человека. Его гомолог экспрессируется в скелетных мышцах, в сердечной мышце и в клетках мозга. Так, следующий слайд, это будет очень. И извиняюсь, он. Следующий слайд. Нужно было включить слайд, сразу будет следующий. Пока настраивают презентацию, хочу еще сказать, что в нашей лаборатории раньше было показано также факторы прогноза течения опухолевого процесса у больных. Итак, на данном слайде представлено схематическое изображение аденилилциклаза ассоциированного протеина. Он имеет шестидоменную структуру, и каждым своим доменом связывается или с фибриллярным актином, или с глобулярным актином. Локализация локализуется, циклаза ассоциированный протеин 1 в клетке, в основном, конечно, в мембранных структурах, но также он есть в экзосомах и в фокальных контактах. На данном слайде изображено, это не наши данные, локализация аденилилциклаза ассоциированного протеина в областях кортикального слоя фибробластов мыши у переднего края ламел. И показано, что КАП-1, аденилилциклаза ассоциированный протеин, ускоряет реорганизацию фибриллярного актина в клетке, что необходимо для клеточной миграции. И таким образом способствует формированию актинобогащенных структур, таких как филоподия и ламелоподия. Второй этап наших исследований состоял в валидации результатов протеомного анализа. Первым этапом, это было начальным этапом, была валидация данных по аденилилциклаза ассоциированному протеину методом иммуноферментного анализа. Здесь уже вошли больные, материал для исследования использовался, как тканевое, это в основном биопсия шла, и сыворотка крови. Вошли больные также с метастазами и без метастазов, здоровые волонтеры. И здесь мы уже включили группу больных с хроническим гиперпластическим ларингитом, с морфологически верифицированным диагнозом дисплазия второй-третьей степени, так как по данным ВОЗ эта патология является предопухолевым заболеванием и относится к группе облигатного предрака. И верификация данных протеомного анализа показала, что содержание аденилилциклаза ассоциированного протеина в сыворотке крови было практически 8 раз ниже, чем в опухолевой ткани, что говорит в пользу того, что источником этого белка в сыворотке крови была именно опухоль. Содержание аденилилциклаза ассоциированного протеина 1 в сыворотке крови в представленных исследуемых группах показало зависимость содержания этого белка от патологического процесса. В группе хроническим гиперпластическим ларингитом он увеличивался в 2 раза по сравнению с контрольной группой и при стадии заболевания у больных плоскоклеточным раком гортани, гортаноглотки в стадии Т1 по сравнению с группой хроническим гиперпластическим ларингитом увеличился более чем в 3 раза. При сравнении групп больных плоскоклеточным раком головы и шеи с метастазами и без метастазов также было показано, что разница в содержании составляла почти 2 раза. При анализе содержания выбранного белка в опухолевой ткани также было показано, что его содержание коррелирует с размером опухолевого узла, причем в группе больных со стадии Т1 и 0,0 содержание белка в опухолевой ткани было практически в 3-4 раза выше, чем у больных хроническим гиперпластическим ларингитом с дисплазией эпителия 2-3 степени. Содержание аденелиоциклаза ассоциированного протеиново-опухолевой ткани также оценивали его содержание в зависимости от наличия или отсутствия метастазов и также была показана достоверная разница в содержании у метастатических больных. Он вырастал практически в 3 раза. Зависимость содержания этого белка от степени дифференцировки также имела место в опухолевой ткани. При увеличении степени дифференцировки содержание этого белка в ткани падало. Хотя достоверных результатов получено не было, но, по крайней мере, такая тенденция была замечена. И при проведении корреляционного анализа была отмечена положительная зависимость содержания циклаза ассоциированного протеина-1 в сыворотке крови и ткани с клиническим течением опухолевого процесса у больных плоскоклеточным раком головы и шеи. И в заключение хочу отметить, что действительно содержание этого белка, как в сыворотке ткани, как и в опухолевой ткани, зависело от течения патологического процесса. В сыворотке крови больных плоскоклеточным раком головы и шеи содержатся белки, участвующие в различных клеточных процессах, которые могут быть предложены для изучения как потенциальные маркеры опухолевой прогрессии. Отмечена методами ИФА зависимость содержания этого белка в сыворотке крови и опухолевой ткани от размера первичного опухолевого очага и наличия метастазов у больных плоскоклеточным раком головы и шеи. Увеличение сывороточного и тканевого содержания циклаза ассоциированного протеина-1 в группе больных плоскоклеточным раком головы и шеи с метастазами по сравнению с группой больных без метастазов может иметь важное значение для прогноза метастазирования заболевания. Увеличение сывороточного и тканевого содержания белка в группе Т1,0,0 по сравнению с группой пациентов хроническим гиперплассическим ларингитом с дисплазией эпителия второй-третьей степени может иметь важное значение для своевременной ранней диагностики плоскоклеточного рака головы и шеи. Хочу выразить благодарность также моим коллегам из Тумского института онкологии и благодарю за внимание. Спасибо, Гелена Валерьевна, интересное сообщение. Можно один вопрос. Насколько я понял, не было прямой линейной зависимости от размеров опухоли. Просто опухоль ткани выше, чем нормальная, да, получилось? Здесь на слайдах представлены результаты. Вы, наверное, обратили внимание, что была такая волнообразная зависимость. Вот там были слайды, где, вернее, это были группы больных, где я не учитывала метастатических. Это понятно. Нет, сейчас говорим без метастазов, которые Н0. Вот, там была, да, такая, почему такой волнообразный характер изменения? Может быть, это именно связано с тем, что опухолевые клетки, они в процессе прогрессии опухоли меняют свой тип движения в зависимости от того, наверное, где они находятся. Начинают ли они инвазию, находятся ли отдельно опухолевые клетки в кровеносном русле. То есть в процессе прогрессии опухолевая клетка меняет свой тип движения. Может быть, такой волнообразный характер связан именно с изменением типа движения. А если учитывать всех больных, поставить в общую группу с метастазами, без метастазов, то идёт планомерное увеличение содержания этого белка. Причём вот именно можно отметить, что идёт скачок содержания этого белка при малигнизации процесса. То есть можно так вот гипотетически... Ну, может быть, здесь тогда играет фактор чувствительности методики, когда в опухолях, которые ещё не накопили метастатический потенциал, количество этого протеина небольшое, и метод не позволяет ещё определить с такой высокой степенью чувствительности накопления, такое линейное накопление. Ну, спасибо за вопрос. Метод иммуноферментного анализа является достаточно чувствительным. Я сейчас не скажу. По-моему, там минимальное значение именно 25 мг на мл. То есть достаточно чувствительный. И вот эти вот наборы, которые мы использовали, фирмы Кузабио, они выпускаются, наверное, третий или четвёртый год. То есть идёт сейчас проверка в том числе не только выбранного белка экспериментальной данной, но и самого набора. Потому что вот по литературным данным я, когда проводила анализ, ну, работ, связанных именно с включением вот этого белка в опухолевый процесс, вот по данным НЦБИ выходит, ну, штук, наверное, 17 всего. То есть это рак лёгких, рак яичника. При заболевании хроническим обструктивным болезнями лёгких также он выходит. В основном касаются клеточных линий. И, ну, то есть сам белок был идентифицирован недавно, в дрожжах сначала, в 1998 году, а потом уже позже он найден у человека. И так как вот он участвует в движении клетки, к нему такой интерес. И вот, соответственно, созданы иммуноферментные наборы для анализа. То есть это достаточно чувствительный метод. Хорошо, спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует...